никому не нужна красивая но мертвая пациент знаем ли мы об этом все большая интересная хирургия мы догнали перегнали мы на уровне без вашей помощи мало бы что получилось этот синдром анджелины джоли сыграл ли он какую-то роль в россии конечно это был вообще взрыв такой информационный какие сейчас вопросы задают пациенты не отстаем мы от запада в техническом исполнении этих операций абсолютно не мы с вами начинали это восемь лет назад 80 процентов как ни крути это импланты владимир очень рада вас видеть наши импровизированные студии и безусловно вам как смело могу сказать основоположнику развития школы реконструктивной хирургии молочной железы в россии хочу задать вам несколько вопросов связанных вот с этим направлением насколько я понимаю рак молочной железы себя заявляет сейчас очень агрессивно и это направление которое вы развиваете уже около 20 лет она развивается и дает большие результаты и эффективно показывает себя на просторах россии вы правы как всегда ольга витальна наверное все таки не совсем будет скромно с моей стороны говорит что я там был основоположником конечно были хирурги кто занимался реконструкции груди и до меня безусловно в россии на западе подавно эта тема уже давно развивается ну в общем да можно сказать что я был одним из тех кто был у истоков я помню хорошо это время в общем то не буду скрывать что из без вашей помощи тоже мало бы что получилось потому что одного желания действительно мало да то есть очень удачно совпало время место встречи наши с вами возможности вашей компании и объемы возможности онкологического центра и совпадение наших интересов в общем-то привело к тому что эта тема стала развиваться активно я в общем-то свою медицинскую деятельность начинал не с молочной железы и занимался там более не менее серьезными вопросами лечения там 40 мягких тканей и там в общем-то я начал заниматься реконструктивной хирургией и микро хирургией я начал заниматься именно тогда а потом так получилось что в центре по инициативе тогдашнего директора михалыча давыдова было создано отделение и в общем-то изначально отделение реконструктивно-пластической хирургии по кальке клинике мио в которую я тогда съездил эту идею привез то есть центр занимался но проблемы реконструкции в молочной железе безусловно актуальны но и есть и другие области онкологии там опухоли головы и шеи да там вообще это визуально эстетически значимый даже небольшой дефект приводит к деформацию родству и так далее и снижению качества жизни и было была идея создать отделение реконструктивно-пластической хирургии которая бы занималась всеми реконструкциями любой локализации в онкоцентре и мы очень много делали реконструкции лица руки-ноги грудная клетка вот сегодня был доклад из китая прямо у меня ностальгические воспоминания все эти конструкции для восстановления жесткого каркаса грудной клетки в общем это была большая интересная хирургия потом так получилось что во первых рак молочной железы и тогда было самое распространенное к сожалению заболевание у женщин в мире и в россии и было очень много этих пациентов и в общем-то начинали мы эту реконструкцию именно с лоскутов а потом познакомившись с вами да и в общем-то начали выполнять реконструкцию имплантами и в общем-то вскоре по объемам реконструкции лоскутами имплантами у нас получились такие же цифры в общем-то как и в америке где-то порядка 20 процентов от всех реконструкций это лоскуты и 80 процентов как ни крути это импланты это позволяет импланты позволяет сократить во-первых время операции да ну мы про преимущества и недостатки этих метров там говорить не будем это так скажем на многих конгрессах конференциях обсуждается знаете здесь мы не говорим про то что технически проще или там быстрее так далее на самом деле я когда начинал вот заниматься всей этой темой средний возраст пациенток был 50 плюс сейчас для никого вообще не удивление увидеть пациентку в 19-20 лет с раком груди ну и в общем-то все молодые пациентки как правило не имеют избытка тканей где-то у них нет этого лоскута в принципе вот поэтому это однозначные импланты и потом вот эта популяризация сейчас такого здорового образа жизни очень много так скажем худых спортивных подтянутых девушек и в 30 40 и в 50 лет у которых просто нет этого лоскута ну и конечно реконструкция имплантами имеет целый ряд уже давно доказанных преимуществ но есть ситуации когда я однозначно дам предпочтение лоскута я тут совершенно кого понятный вопрос потому что разные методики имеют право на существование нет нет такого что всем лоскут или всем конечно всем имплантом время очень мы с вами сейчас беседуем в моменте когда проходит восьмой москву брестмитинг и это вообще не верится конечно потому что мы с вами начинали это восемь лет назад и действительно время пролетело так быстро как бы разные были стратегии раньше у нас была стратегия на то что мы приглашали иностранных специалистов для того чтобы срисовать с них максимум информации о том как как нужно работать и какие нужны операции проводить и как сегодня у нас формат но благодаря к виду благодаря так сказать ну другим ситуациям немножко поменялся и мы своими силами показываем различные операции и наполняем программ вот ваше мнение поскольку поскольку вы тоже сам самого первого мероприятия вот как вы считаете мы догнали перегнали мы на уровне такое неоднозначный очень вопрос но я действительно вот помню очень хорошо это был сначала барселона брестмитинг потом был лондон брестмитинг потом мы сделали он еще не назывался москву брестмитинг мы сделали в онкоцентре пригласили джоумы он привез еще лучевика еще кого-то да и потом был этот первый конгресс москву брестмитинг москве потом даже нам удалось сделать русскую секцию в барселоне два раза даже два раза да что хочу сказать да конечно мы ездили учились и смотрели как это все там вы знаете технически я не думаю ну все эти просто кроме один в значении которого я в общем не взлагаю на него прям больших надежд и так далее у нас все есть да и оборудование и методики и сиджи у нас есть и импланты у нас есть и оборудование у нас такой же диагностика у нас не хуже у нас нет статистики вот чем интересны все эти западные конгрессы американцы дают четкую статистику по осложнениям в стране у нас мы можем по отдельному центру по отдельному отделению отдельной клинике сделать какие-то осложнения это все эти данные честно говоря все причесывают перед всей этой так скажем статистикой да статистикой вот именно вот сегодня был спор по поводу реконструкцию молочной железы имплантом двухэтапной или одноэтапной. То, что сейчас называется DTI, Direct to Implant, раньше называлось одномоментной, одноэтапной. Мы с вами были у Роя Девита, который был самым ярым популяризатором двухэтапных реконструкций. А сегодня он лидер в DTI-реконструкции. Да, было когда-то. Я всегда был заодноэтапно. Меняется ситуация. Нам все равно надо мониторить, что происходит там, потому что взять совершенно недавнюю статистику. Ведь американцы все считают. Медицина – это бизнес. Сколько стоит осложнений, они очень хорошо знают. Сколько тратит страховая компания на лечение пациента, они четко очень знают. И данные показывают, что экономически выгоднее делать двухэтапную реконструкцию. Меньше количество проблем и осложнений. хотя мы все хотим быстро за один этап все сделать и эту тему закрыть. Вот. Сейчас немножко там ситуация меняется. Больше стал процент директу имплант-реконструкции. Ну, вот в итоге. Я считаю, что не отстаем мы, наверное, от Запада в техническом исполнении этих операций. абсолютно нет. Нам не хватает статистики. Ну, да. Нужна объективная статистика, чтобы учиться и избегать ошибок. Ну, пока используем их статистику. Такой вопрос, я думаю, что он будет интересен для всех. Вот причины возникновения рака молочной железы и знаем ли мы об этом все? Как предусхитить? Ну, вы знаете, в общем-то, этот вопрос, на который пытаются ответить многие ученые во всем мире. да не только причины возникновения рака молочной железы, а рака вообще, тут в теории много, ну, есть, допустим, часть наследственно обусловленного рака, это пациенты с мутацией генов Берси-1, Берси-2, и, в общем-то, с каждым годом этих генов все больше и больше, с различным клиническим значением, и ТП-53, и ЧЕК-2, и так далее. Но на долю этого рака приходится не больше 5% от всего. В общем-то, ну, чаще всего это некие дисгормональные нарушения, потому что большинство, вот если взять различные биологические по типу рака, больше всего все-таки это улюминальные, гормонально зависимые опухоли. В общем, много мы видим наших пациентов, у которых есть какой-то гормональный дисбаланс, нарушение обмена эстрогенопрогестерона в организме, как одна из теорий. Ну, есть и канцерогенные факторы внешней среды, там, и, не знаю, курение, там тоже никто не отрицал. Количество заболеваний растет во всем мире год от года. И, с одной стороны, это накопление патогенных мутаций в генофонде, и, с другой стороны, вы знаете, есть интересные цифры, допустим, которые мне еще молодому специалисту говорили. если взять частоту развития рака у женщин восточных, где рожают рано, много, долго кормят, и рак молочной железы в скандинавских странах, где рожают поздно и одного ребенка. В разы разница по заболеваемости, там рака больше. В общем-то, ну, это еще раз говорит о, наверное, влиянии каких-то гормональных механизмов в процессе развития. связанных с беременностью. Владимир Анатольевич, такой вот интересный мне тоже вопрос, который связан с отношением женщин к реконструкции молочной железы. Безусловно, вы это направление развивали, совершенствовали и, так сказать, владеете всеми техниками на сегодняшний момент, которые возможно применять для реконструкции молочной железы. Но, насколько я помню, было сопротивление со стороны пациентов, которые действительно приходили от химиотерапевтов уже с установкой, что нет, мне только удалить, и дальше я никакой реконструкции делать не хочу. Как сейчас изменилось? Какие сейчас вопросы задают пациенты? Я понимаю, что сейчас уже очень редко встречаются те женщины, которые не хотят реконструкции. Сейчас, наоборот, уже идут женщины, которые могут сказать, я не хочу реконструкции имплантом, я хочу реконструкцию собственными тканями. Вы знаете, да, очень хороший вопрос. И все это напрямую связано с уровнем информированности наших пациентов о заболевании, о вариантах лечения и так далее. во многих западных клиниках, мы видели с вами, это в Барселоне, у Джоума, есть Дни открытых дверей, как это не смешно звучит, в онкологической клинике, День открытых дверей. На самом деле, это очень важное мероприятие в плане повышения уровня информированности пациентов. Действительно, многие пациенты приходят, для них диагноз рак груди, это шок, стресс, и дальше мозг вообще не воспринимает информацию, она думает, почему это у меня, почему именно у меня и вот этот рак. И, конечно, стереотип, что если все удалить, то все будет хорошо. Чем больше пациенты наши знают об этом заболевании, что рак груди сегодня, это далеко не приговор. И, в общем-то, огромное количество сохранных операций выполняется. Многие тоже говорят, не хочу сохранную операцию, лучше все удалить, так надежнее. Но, на самом деле, это тоже заблуждение, с которым мы тоже боремся. И в большом проценте случаев можно выполнить сохранную операцию в онкопластическом варианте каком-нибудь. И вообще, это будет эстетично, это будет своя грудь, это лучше, чем лоскут, лучше, чем имплант, однозначно. То есть, вот наша работа сейчас во многом направлена на сотрудничество с пациентскими сообществами и организациями. Я знаю, вы тоже этому уделяете большое значение. И сейчас, действительно, вот за тот период, ну, не знаю, за 10 лет, ну, прилично изменился общий уровень информированности пациентов о болезни. Если раньше приходилось, ну, по 30-40 минут тратить с пациентом, сейчас очень много приходит пациентов, которые ориентированы уже на конкретный вид какой-то. Я хочу, вот, там, лоскут, или я хочу, вот, импланты. Все об этом есть, доступна литература и в соцсетях и так далее. Раньше такого не было. И они могут посмотреть примеры, могут посмотреть отдаленные результаты. И нам, честно говоря, это здорово облегчает работу, потому что, ну, это экономит время. То есть, их не надо уговаривать. Их не надо уговаривать, да. То есть, они теперь уговаривают вас, да? Да. Мало того, сейчас настолько эта тема стала популярной, что, ну, в некоторых случаях приходится, ну, вот, прямо... Я понимаю, что возраст – это, в общем-то, такое относительное противопоказание к реконструкции. Ну, просто у меня вот за последний месяц было две женщины за 70 лет, которые, ну, отказались от просто мастектомии и, так скажем, их не устраивает экзопротез какой-то. Я не хочу отказать от реконструкции. Ну, в общем, я не нашел аргументов, чтобы отказать. У них нормальные анализы, нормальный ЭКГ. Неизвестно, может, она еще лет 20-30 проживет. Ну, и почему бы ей не прожить? Пусть проживет красивый, да? Пусть проживет ее красиво, конечно. Владимир Анатольевич, вы один, наверное, вернее, первый, наверное, в России сделали операцию профилактической мастектомии. И, собственно говоря, вы были инициатором того, что было написано положение, по которому все-таки можно рассматривать, если пациентка хочет, вот то, о чем вы говорите, с положительными генетическими тестами на профилактическое проведение мастектомии. Вот скажите, пожалуйста, на каком уровне? Это несколько, конечно, другое, чем просто попросить реконструкцию, если уже рак выявлен. Вот насколько часто к вам обращаются такие пациентки? Этот синдром Анжелины Джоли сыграл ли он какую-то роль в России? Да, ну, конечно. Это был вообще взрыв такой информационный. Это, честно скажу, была очень непростая работа. И, в общем-то, до меня пытались сотрудники онкоцентра. Вот, в частности, у нас была такая генетик Любченко очень хорошая, и там доктор Портной. Ну, я не могу про них не сказать, потому что их заслуга в получении этого разрешения очень большая. Действительно, в 2011 году нам удалось получить разрешение Росздравнадзора и зарегистрировать такую операцию. К сожалению, она была тогда разрешена, да и сейчас также все остается, только для пациентов, у которых есть рак груди и есть мутация, разрешение на то, чтобы выполнить ей профилактическое удаление здоровой молочной железы, контролитеральной, с реконструкцией, между прочим. Потому что многие, вот я несколько пациентов приезжал с двухсторонней мастектомией и просто мастектомией молодая женщина, которая просто удалена вместе с кожей молочной железа, ссылаясь на вот это разрешение Росздравнадзора, что разрешили удалять. А написано, что разрешили удалять при условии одномоментной реконструкции. Мы приводили и очень мощные экономические обоснования для того, чтобы выполнять эту операцию по системе госгарантий. С 2011 года мы стали прицельно заниматься этим вопросом. На сегодняшний день около, по-моему, 6 или 7 тысяч семей с носительством мутации этого гена в базе данных онкоцентра. И было много пациентов, которые прошли химиотерапию, принесли операцию, лучевую терапию, выздоровели. Прошло 3-4 года и у них развился рак второй молочной железы. И все приходится делать по новой. И потом ретроспективно у них брали анализ и выявляли мутацию. Сейчас в стандартах написано, что всем пациентам с отягощенным семейным анамнезом при раннем развитии рака молочной железы, до 40 лет, при синхронном раке молочных желез, выполнять исследования на носительство этой мутации. Конечно, экономически, даже для государства, гораздо дешевле этих пациентов оперировать, чем потом тратить огромные деньги на химиотерапию, ту же самую операцию и лучевую терапию. Можно этот рак профилактировать, конечно. То есть пациентки сейчас, в принципе, не могут со своими опасениями обратиться и... Знаете, да, на самом деле еще лучше было бы оперировать здоровых пациентов, носителей мутации, у которых действительно есть семейный анамнез и есть мутация, которая, ну, если мы говорим про БРС-1, БРС-2, они кодируют развитие рака молочной железы, ну, от 70 до 80% у них будет этот рак. И, конечно, лучше сейчас им удалить этот орган-мишень и избежать вообще развития этого заболевания. Пока такое разрешение не получено, но есть, в общем-то, какая-то лазейка. Есть научные протоколы и у нас в клинике, и в институте Герцена, вот, где пациенты с насильством мутации, с какой-то, так скажем, доброкачественной патологией, там, выраженный фиброматоз, желез, можно выполнять эти операции, к сожалению, за собственный счет, но эти операции выполнять можно в рамках научно-исследовательской работы. Пока вот так. Перспектива нашего развития именно вот в направлении лечения рака молочной железы. Как ни печально, все упирается в деньги, все упирается в финансирование. Да? Чтобы делать биопсии сигнальных лимфоузлов, нужны либо радиоизотопы, либо индиционин и оборудование для нахождения. А сегодня рак груди оперировать без этого нельзя. Это уже и в стандартах мы написали и так далее. Ну, в огромном количестве клиник это оперируют до сих пор. Аргументируют, что у нас нет. Мы хотим, мы понимаем, что это стандарты, но им нужно это оборудование. Не все клиники имеют контракты государственные расходные материалы на импланты, на сетки. Не все, да? Далеко не все. С лекарственным обеспечением, да, ведь хирургический этап в лечении рака груди это только этап важный, эстетически значимый и так далее. Но никому не нужна красивая, но мертвая пациентка с отдаленными метастазами. Нужны препараты, препараты дорогие. То есть, в принципе, хирургия, да не только хирургия, лечение рака, любого рака, это большие деньги. Это большие деньги. И нужно финансирование. Все упирается в это.